400 спортсменов ведут борьбу между собой. Среди участников можно увидеть победителей, призеров чемпионатов мира, Европы и России. Но помимо привычного соревнования у легкоатлетов, на этом чемпионате страны есть еще один особый интерес. Чем этот старт интересен? Тем, что здесь присутствуют спортсмены, для которых это еще может являться отборочным этапом к чемпионату мира. То есть здесь еще можно выполнять нормативы до 6 сентября. И мы надеемся, что это будет. Вчера уже по итогу вчерашнего дня выполнено два норматива для участия в чемпионате мира. И один норматив даже олимпийский выполнен. Чемпионат мира стартует 27 сентября в Дохе. Одна из спортсменок, выполнивших норматив, который позволяет выйти на мировое первенство, это прыгунья в высоту Александра Ярышкина. Но вот попадет ли она в Доху, станет известно лишь 10 сентября. Это такой как пик, вершина карьеры. Да, есть, конечно, коммерческие старты, но официальные вот такие международные большие старты – это вот то, к чему все стремятся, все мечтают. Ну, уже все устали, сезон был длинный. И уже и так как бы работаешь на морально-волевых, уже хочется отдохнуть, как-то вот сбросить всю эту нагрузку, стресс. И выиграть в конце сезона, как бы, ну, приятно. Это, как сказать, это поддерживает мотивацию на весь следующий тяжелый год. Для тех, кто не получит путевку на чемпионат мира, летний спортивный сезон закончен. Ну, а для сильнейших начинаются тренировки. Ближайшие с 10 сентября также в Сочи на стадионе «Юность». Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».